Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игре Clash Royale. На прошлом видео вы набрали снова более 300 лайков, за что вам, ребята, огромное спасибо. И если вы хотите, чтобы я дальше продолжал снимать эту игру, то давайте на этом ролике наберем те же 300 лайков. Еще, ребята, я почитал ваши комментарии под моим прошлым видео, и вы писали, чтобы я создал свой клан. Я его сделал, запись о моем клане я выкладывал на свою страничку в Фейсбуке и свою группу ВКонтакте по Кэтс, и многие ребята в него уже вступили, и на самом деле я не ожидал то, что он так быстро заполнится. Решил я поставить необходимое количество трофеев всего лишь тысячу, чтобы, ну, каждый обычный игрок мог спокойно вступить в мой клан, и кто успел, на самом деле, тот огромный молодец. А кто не успел, ребята, не расстраивайтесь, просто в Clash Royale нельзя сделать клан больше, чем на 50 человек, и это, на самом деле, немножко расстраивает. В общем-то, ребята, для вас подготовил несколько сундуков, давайте для начала откроем бесплатные, у меня их сегодня две штуки, и, кстати, мне сейчас, походу, Epic выпадет. Вот, отлично, за бесплатный Epic это, на самом деле, очень приятно. Открываем дальше, здесь уже выпадает все по стандарту, ничего такого эпичненького. Еще у меня есть огромный сундук, который мы тоже сегодня с вами откроем, и, на самом деле, я был удивлен в прошлой серии то, что он мне выпал. Еще я по статистике там проверял, типа, когда мне выпадут какие-то крутые сундуки, и вот этот сундук как раз-таки у меня не подходил под эту статистику, я из-за этого очень сильно даже удивился от того, что он мне выпал. Так, ну, пока что ничего интересного, и открываем, давайте, наш вот этот вот сундучок. Мне выпадает эпический дракон, очень классно. Дальше мне выпадает гоблин с дротиками, огненные духи и адская башня. Ну, достаточно прикольно. На самом деле, я удивился, когда мне выпал, получается, огненный дракончик. Ой, маленький дракончик, вот. То, что я думал, мне сейчас лего выпадет, вообще удивился, но, на самом деле, что-то мне очень повезло. Так, что у нас дальше, ребята? Меня тут уже приглашают на бой, и меня приглашает парень с ником SoEasy. Но пока что мы немножечко подождем. Я, наверное, сегодня себе сделаю другую колоду, и, на самом деле, вот эту, кстати, можно даже попробовать. Давайте немножечко улучшим вот этот вот наш шар на четвертый уровень, и улучшим вот эти наши стрелы. Все, отлично. Теперь мы уже более-менее мощные, и можем отправляться в бой. Сегодня я уже решил хотя бы одну лего из всех своих лего засунуть в колоду, и сегодня мы этой колодой сыграем. Итак, ребята, прошу прощения за паузу, у меня были проблемы с соединением, я вроде бы все это исправил, и сейчас мы можем нормально продолжить играть. В общем-то, я поиграл вот этой колодой одну игру, я понял то, что она не очень мне подходит, плюс у меня в этот момент были проблемы с соединением, вот как раз так, что я подумал то, что эта колода мне не подходит. Так что мы берем ту, которую я обычно играю, и можем вступать спокойненько в бой. Еще, кстати, мы набили королевский сундук, который давайте прямо сейчас откроем, посмотрим, может быть, что-нибудь из него крутое и выпадет. Хотя я уже смотрю и понимаю то, что ничего классного не будет. Но эпик это приятно на самом деле. Так, давайте, чувак с ником Вун Вун, поехали, сыграем с ним. Еще раз, ребята, хочу сказать, простите тем людям, с которыми я сыграл в тот момент, когда у меня были проблемы с соединением. Простите то, что катки сами не попадут в этот ролик, я реально извиняюсь, спасибо вам за игры, с кем мы сыграли, но у меня просто там были, вот еще раз повторюсь, эти дурацкие проблемы с соединением, и я эти игры, скорее всего, не выложу, потому что у меня этот значок красный с Wi-Fi был на весь экран, и это на самом деле смотреть будет не очень интересно. Так, играем против чуваков, у которых голем, и у них есть вот такой вот интересный спарки, который будет реально очень жестко выносить все наши здания и все в этом роде. Так, давайте сюда адскую башню поставим, так, у них еще здесь вот такой вот есть маг, которых аж две штуки, сейчас я попробую их двоих вынести, вот таким вот нашим фаерболом. О, еще как классно под него мухи заехали, это просто замечательно. Так, здесь нужно что-нибудь делать, здесь нужно по-любому что-нибудь делать, потому что мне не нужно, чтобы этот дурацкий спарки нам сносил башню. Так, отлично, здесь у нас прилетел вот такой вот шахтер, и мы вроде бы как более-менее избавились от этих вот, ну, атак с их стороны, так что все окей. Так, сейчас нужно вот этих вот вынести, такие более-менее защитные карты я поставил рыцаря и лучниц, так что можно теперь идти в бой. Ну, конечно, сейчас мы урона их башне не нанесем, но я даже что-то удивляюсь тому, что мы что-то нанесли той башне, там вроде бы он ставил королевского гиганта. Ладно, пускаем, наверное, сейчас связку, хотя нет, не сейчас, не сейчас, подожди немножечко, пока что не пускай, вот сейчас можно, давай, поехали. Пускаем сейчас хога, и можно вот сюда приготовить наш зап, и сейчас можно нормально так продамажить их. И еще этому залетит, и башня залетела. А, вообще офигенно, просто супер классно, сейчас башню еще можем так снести. Так, ну давай, еще один удар, и сейчас можно, ну все, можно даже фаербол не тратить. Я хотел просто еще на этого громоверства немножко фаербола потратить, вот сейчас сюда можно. Давай, 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 успей, 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 пожалуйста. Замечательно, просто божественный фаербол. Сейчас мы ставим сюда вот таким вот образом рыцаря. Блин, как же все отстойно для нас происходит, они сейчас, походу, нашу башню снесут. Здесь делаем таким вот образом, все замечательно. Блин, все очень отстойно, ребята, в плане того, что у них тут такая орда на нас просто бежит. Блин, они снесли нашу башню, это полный отстой. Так, нужно сюда рыцаря поставить, у них еще элитные варвары, полная жесть сейчас происходит, я даже не знаю, что с этим делать. Блин, это полный капец, что сейчас происходит, они такую жесткую атаку что-то на нас решили устроить, это полная жесть. Так, закинем сюда вот таким вот образом этого ледяного духа. Тупые элитные варвары, которых я не знаю уже когда пофиксить. А когда играл Кэш Рояль, прям так нормально, их не фиксили, они были очень жесткие. И сейчас они до сих пор очень жесткие. Блин, ну они нас жестко снесли на самом деле. Так, ставим сюда всадника на кабане. А потом, что еще делаем? Блин, давай-давай, королевский гигант, мочи их там всех. Так, делаем таким вот образом. Здесь вот так вот, все окей. Так, мы снесли нормальный урон их такой главной башни. Но не главный, а обычный. Так что у нас преимущества пока что побольше. Сюда ставим адскую башню. Так, дальше сюда ставим лучниц. Мне нужно фаербол оставить, потому что у них еще есть мухи. Очень мощные. Которых я буду выносить как раз-таки вот этим фаерболом. Так, найс. Самое главное то, что... Ага, вот теперь мухи. Только, блин, они все такие в разные стороны летят. Что происходит, ребята? Я вообще не понимаю, запутался. Так, сюда ставим это. Блин, они еще и суление заизали. Это отстой полный. Так, это ставим сюда. Сюда ставим адскую башню. Нужно что-то делать с этим дебильным големом. Нужно что-то решать с ним. Так, 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 так. Очень мало хп, ребята. Пускаем сюда всадника на кабане. Нужно все делать крайне быстро. Сюда пускаем огненный шар наперед. И надеюсь то, что мы сейчас как раз-таки попадаем. Замечательно. Еще занесли урон громовержцу. Вообще супер. Конец сражения уже скоро. И, блин, ребята, нам дается еще доп времени или только так? Я даже не знаю, на самом деле. Так, королевский гигант. Поехал. Давай, давай, давай. Мы должны. Мы должны. Давай, давай. Еще один выстрел. А нет, не один. Еще дофига выстрелов было. Блин, ну потная игра была, ребята. Капец. Я ее комментировал. Просто как какой-то футбольный матч. Просто не останавливался. Все очень быстро. Говорил. Это была полная жесть. Так, кто меня приглашает в бой? Давайте посмотрим. Дальше с нами Писюнчик. Писюнчик? Окей. Писюнчик, так Писюнчик. Поехали. С Писюнчиком сыграем. Писюнчик хотел с нами сыграть. Мы с ним, пожалуй, сыграем. Окей. Дальше. Смотрим, что у него по колоде. У него есть тоже Хог. У него колода практически как у меня. Только я не усмотрел, какие у него там еще есть карты. Можно с этой стороны пустить Хога. Поехали. Давай вместе со мной. Можно сюда наперед огненный шар. Ага, я лоханулся с огненным шаром. Это реально отстойно. Но что поделать. Я думал, что он все-таки не поставит Инферно. Я не ожидал что-то. Ладно. Урон мы все-таки немножко нанесли. Сейчас мы Рыцаря, пожалуй, сюда поставим. Блин, дурацкий Хог, который на нас снова бежит. И я даже не знаю, что с ним сделать. Так, окейушки. Сейчас мы потихонечку вынесем Хога. Замечательно. Очень классно. У нас сейчас Тимворк сработал. Это было офигенно. Так, выносим Громовержца. И что теперь? Ну, копим эликсир, наверное, и готовим Хога с левой стороны. Будет тоже неплохо, если мы у них заберем башню и в итоге победим. Так, этих можно... Ну, он, наверное, сейчас их от этой вот принцесской. Ну, хотя урона они нормальный нам сделали. Просто я профукал момент, когда можно было запьюзать. Ну, уже пофиг. Так, пускаем сюда Хога. Давай-давай, поехали-поехали, дружище. Сейчас у него будет Инферно лететь. Но мы сейчас тут уже более-менее готовы и знаем, что делать. Отлично. Один Хогушка на башне. И там еще наши гоблины были. Офигенно вообще. Хорошо так снесли. Это классно. Чуваки злятся. Ох, так им и надо. Так, рыцаря сюда ставим, чтобы он отвлек эту Валькирию. И можно будет... О, у них первого уровня только этот Голем. Зачем они его вообще поставили? Он же очень слабый. Так, я ставлю. Может, не ставить свою адскую башню. Все у меня под контролем. Так, сюда мы ставим, пожалуй, вот этих чуваков, чтобы все было чики-пуки. Блин, они сейчас могут так спокойно вынести, блин... О, он не на ту сторону побежал. Хог, отлично. Так, что теперь? Давайте на него разряд заезжаем, потому что он может реально нам всю башню снести в одного. Так, окей. Еще этот тупой Громоверс, он, блин, реально стоит и просто не пойми, что делает. Так, сюда рыцаря ставим, чтобы эти гоблины отвлеклись. Отлично. Так, сюда Хога. Отлично, отлично, отлично. Поехали, ребят. Зап. О, замечательно. Просто офигенно все получилось. Сейчас наши Хоги нормально так побьют вот эту башню. И мы, кстати, ее выносим, да ведь? Ну, отлично. Блин, я что-то не заметил совсем эту Валькирию. Так, сюда ставим скелетиков. И он тоже ставит скелетиков. В итоге у нас их 18 штук там, по-моему, получилось аж. Бревной запы стратили. Странно. Так, ставим сюда вот эту вот... Блин, я промахнулся запом. Вот я косой. Совсем дурак. Так, ладно, ничего с этим не поделать. Я уже промазал. 21 секунда, ребята, остается. И нужно сейчас по полной просто защищать нашу башню. Сюда ставим лучницу, сюда ставим нашего рыцаря. И все у нас будет просто окей. И думаю, то, что все-таки эту игру мы, по-моему, затащили. Так, и Хог, и башня, ой, и бочка. Все окей у нас. Ну, давайте еще немножко продамажим их. И в итоге побеждаем. Замечательно. Спасибо тебе, писюнчик, за игру. Мы с тобой победили. И это очень классно. Так, смотрим, что у нас по сундуку. Серебряный сундук. Мы тут еще одновременно с этим набиваем и наш этот сундучок. Клановый, что на самом деле очень классно. И давайте сыграем с парнем, у которого ник Волк Бестай. Кажется, когда у меня была проблема с соединением, он со мной тоже играл. И мы, кстати, с ним победили. Что было очень классно. Но тогда у него была крутая карта Ночная Ведьма. И, блин, жалко, что сейчас у него ее нет. Было бы классно. Окей, что? Поставим, пожалуй, сюда, наверное, рыцаря. Потому что он... А зачем он ледяной дух подарил? Ну, ладно, походу, просто захотел. Ничего там такого нет. Так, блин, у меня нет инферно сейчас поблизости. Это отстойно. Давайте сюда заюзаем, пожалуй, наш огненный шар. И мы сможем эту атаку так более-менее остановить. И потом уже можно будет пускать моего хога, ледяного духа, и готовить вот этот вот разряд. Так, ну, давай-давай-давай. И, да, замечательно. Все, наши два хога добежали. И урон пока что летит только одному. И все. Замечательно. Почти всей вышки нет. Это очень классно. Так, за нас болеют люди. Это офигенно. Так, у них есть этот... Я забыл, как его дудец, что ли, называют. Ну, просто плюет со своей дудочкой дурацкой. Так, здесь у нас лучницы работают. Это хорошо. А, здесь у него дурацкий арбалет. Нужно с ним работать. Работать скелеты. Скелеты на этого дудца. Так, давай-давай-давай. Отлично. Блин, а вот это очень неприятная ситуация с этим арбалетом. Он нам может сейчас реально так много снести. Так, блин, еще этот громоверство. Они сейчас нам башню так снесут. Все, отлично. Сейчас он немножечко хокочет у башни, продамажит. Тоже неплохо. Так, у них идет на нас валькирия. Я, пожалуй, на нее поставлю адскую башню. Это будет тоже неплохо. И вот на этих вот дебилов троих я... А, он ставит палача. Замечательно. Ставь, 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 дружище. А ты что не поставил-то? Ну, ладно. Пусть они немного урона нам тогда нанесут. Вот садника на кабане в ту сторону я пущу одного. Больше никого не надо. Он справится, думаю. Так, блин, мы сразу два запа, конечно, и заюзали. Давай-давай, я тяню удар. А, что-то не хватило. Окей. Ладно, потом нас что добьем. Дальше у нас идут скелетики, рыцарь и лучница. И тогда мы сможем спокойно защититься. Так, дудец помирает. Замечательно. Лучница только одна ранится. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Это неприятная ситуация с этим арбалетом дебильным. Сейчас мы его зарешаем нашими хогами. Просто такую толпу пустили. Это жесть была. Так, он заюзал еще один зап. И мы, кстати, можем... У нас есть все шансы на то, чтобы забрать еще одну башню. Это хорошо. Так, что ты сейчас делаешь, друг? Давай я туда разряд тогда заюзаю. И вот на эту сторону я опущу огненный шар. Чтобы снести уж наверняка башню. Так, сюда мы ставим адскую башенку. Потом ставим сюда рыцаря. И дальше мы, наверное, сюда ставим скелетиков. Хотя это очень тупая идея была поставить туда скелетов. Ну да ладно. Блин, чувак, давай вынесем вот эту башню тоже. Потому что она мне очень сильно нужна. Хотя я сам, наверное, ее сейчас вынесу. Просто я сейчас коплю королевский сундук. И было бы неплохо забрать сразу две коронки. Замечательно. Спасибо тебе за игру, Волк Беста. И с тобой еще раз мы выиграли. Это очень классно. С теми ребятами, с которыми я уже сыграл, я еще одну игру играть, увы, не буду. Потому что все-таки, ну, блин, сыграл уже и все, одного раза хватит. Так, давайте посмотрим. С Вун Вуном мы уже играли. Блин, извини, друг, я с тобой отменю. Просто другие ребята тоже хотят поиграть. И с некоторыми я по два раза не могу играть. Прости меня, пожалуйста. Если ты посмотришь этот ролик, я перед тобой, дружище, извиняюсь. Итак, ребят, мы продолжаем. Следующий наш тиммейт Лимон. И у нас такая очень красивая арена. Аж 11. Я на ней, кстати, впервые. Окей, давайте с ним сейчас сыграем. На самом деле, я не знаю, сможем ли мы сейчас затащить. Но я постараюсь. Мы снова на уровень поменьше, чем наши противники. Поставим сюда, пожалуй, рыцари. Будем сегодня атаковать, точнее, в этой игре с правой стороны. Окей, поехали. Что-то те противники вообще ничего не ставят. Что они тупят-то? А, все, вот, наконец-таки поехали, мужики. Так, сейчас можно огненный шар будет пустить. Так неплохо залетит в... Получается, в мага и в гончи. Снова гончи. Блин, мне тоже не нравятся колоды с гончами, потому что у меня вот у смоу не получается с гончи играть. А вот у противников всегда, конечно, получается. Так, здесь у нас летят огромное количество монстров разных. Мы их вот таким вот образом убиваем. И тут еще куча всяких чувачков бежит на нас. Ну, сейчас с этого плавенного дракончика забрать, и все у нас будет замечательно. Но пока что по урону мы, конечно, превосходим, хотя пустили только два фаербола. Это классно. Так, сейчас наши лучницы что-нибудь сделают, интересно. Ну, урон там милиписичный нанесли. Ну, да ладно. Так, можно сейчас хога попробовать пустить. Было бы неплохо. Два хога у нас летят. И можно огненный шар наперед. Давай, лети. И отлично. О, он сделал два мага себе. Но все равно урона хорошо так прошло. И что будем делать-то сейчас? Скорее всего... А, он вот что решил сделать. Окейушки. Ну, конечно, все равно не выносит этого дурацкого мага. И удар он, наверное, успеет нанести. Но я его отвлеку скелетиками за Думану. Что у нас дальше? Он пускает элитных варваров, которых я тоже не очень люблю, как и Гончу. Потому что с ними реально много кто играет. И нужно сейчас как-нибудь поаккуратнее что-либо быть. Я не знаю даже, как поступить с этими дебилами. Они меня очень раздражают. Они всех вообще игроков так-то раздражают. Но, если честно скажу вам, я вот в прошлой части играл. И, наверное, ими легче всего выигрывать. Вот реально. Это просто самые такие имбовые чувачки, которые в этой игре есть. Так, всадника, готовь своего. И давай пускаем. А хотя он что-то решил сегодня со мной его не пускать. Огненный шар наперед пущу. Блин, очень жалко то, что я его так не очень пустил. Мог бы сразу и этого мага задеть. Было бы поприкольней. Блин, он зря сейчас истратил, на самом деле. Ого, у них ночная ведьма есть. Ничего себе. Ой-ой-ой, что тут происходит? Жесть полная. Так, ставим сюда зап, чтобы убить всех вот этих вот клонированных чувачков. И можно... А, он шахтера пускает. Окей. Сейчас мы, пожалуй, туда кинем сюда огненный шар. Это кладбище противников, что ли? Нифига себе. Они для защиты его поставили. Интересно. Дальше мы пускаем вот сюда хогушку. И, блин, надо было, наверное, все-таки на защиту потратиться, да? Ну да ладно, все равно, мне кажется, мы выжили, да? Все, отлично. Мы еще и вторую башню неплохо продамажили. Давайте скажем тоже. Отличная игра. Лимон, спасибо тебе за игру. Неплохо сыграли и затащили, что самое главное. Так, серебряный сундук выпал. Окей, вроде бы все слоты для сундуков мы забили. Королевский сундук мы почти набили. И предлагает мне снова вун-вун, но с ним мы уже играли. В общем-то, ребята, на сегодня, наверное, все. Здесь чуваки здороваются. Четвертый уровень сундука набирают. Вообще молодцы. И, в общем-то, ребята, еще раз всем спасибо. Пишите комментарии, ставьте лайки. Еще раз повторюсь, 300 лайков на Clash Royale. И я продолжаю его дальше снимать. Но хотя этот режим уже скоро заканчивается 2 на 2. И это очень печально. Потом уже, наверное, я его выпускать больше не буду, потому что не знаю, что здесь снимать. В общем-то, всем огромное спасибо, удачи и пока-пока. Продолжение следует...